Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте именю Твоему Вышней. Возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десяти струн нам салтери с песнею ушлих. Яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, и в деле кругу Твоей возрождайся. Сегодня мы с вами встречаемся с протерием Алексеем Ладыкиным. И, как я обещала, как говорила, мы сегодня будем разбирать Десятый Псалом. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! Псалмопевца Давида не просто называем псалмопевцем, который очень хорошо воспел божественные глаголы, но он открыл великую тайну. Он очень много говорит о Христе, очень много мессианских мест, о Божественном Спасителе, пришедшем в этот мир. Он говорит о грядущем будущем суде. И подчеркивает это очень часто, почти в каждом псалме, чтобы не унывал никто, не думал о том, что то, что есть на земле, является неким безнаказанным, что ли. Или Господь не видит того, кто страдает, кто просит его помощи. Господь все видит, знает. И здесь псалмопевец Давид, конечно, и утешает, и дает надежду, и в то же время раскрывает правду, раскрывает некие отношения этого мира с небом. И это не может, конечно, не утешать. Но в то же время мы должны понимать, в чем еще заключается сложность, что псалмы бывают разные. Бывает очень большой псалом, в рамках передачи можно его и не уместить, поэтому мы как-то ставим акценты на основных местах. А бывает небольшой псалом, который может раскрыться более полно в той или иной передаче. Поэтому вот рамки времени, они тоже вносят свои коррективы. Но мы не можем подробно говорить о псалтыре так, как, может быть, духовники говорят со своими духовными чадами в монастырях. Я знаю, что в Святом Тихвинском, Александр-Невском монастыре города Екатеринбург, Архимандрит Авраамия очень подробно говорит со своими монахинями и послушницами. В обители очень глубоко, подробно раскрывает тайну каждого слова. Вот когда происходит такая беседа, здесь, конечно, и с людьми, которые и читают псалтыре, знают ее, здесь есть необходимость такого более подробного толкования каждого псалма. А для нас, новоначальных, которые, может, кто-то первый раз слышит о псалтыре, может, те, кто читал еще внутренне, не расположился к каждому слову, для нас хотя бы приоткрыть некую такую завесу понятности каждого псалма, чему он посвящен, чтобы более глубоко, осознанно и осмысленно читать псалтырь и молиться по псалтыре. Потому что псалтырь – это действительно книга, которая дает утешение и которая открывает небо для каждого человека, и человек достигает огромную благодать, решая и проблемы, и молясь за своих близких. Ну и так, Десятый псалом. А в конец, просто написано в конец. Написал Давид этот псалом в конец уже тогда, когда была победа над Саулом, то есть как законченность некого вот такого его внутреннего испытания, когда вот было сильнейшее противостояние. И мы знаем, как Давид себя очень аккуратно вел. Он много раз доказывал Саулу о том, что он не хочет ему никакого вреда, он не хочет его смерти. Он всячески избегал кровопролития. Но, к сожалению, Саул не внял этому, и ревность его победила. И поэтому он через ревность пришел к такой уступе, к ненависти, к Давиду. А через это, конечно, и приобщился к смерти. Ну, а так, конечно, если мы говорим вообще, говорится, конец, кто конец жизни здесь на земле, он только будет тогда, когда будет страшный суд, и тогда будет окончена жизнь. Но и какие бы трудности, какие бы сложности не испытывал человек, он должен всегда помнить о том, что он всегда с Богом, и Бог всегда с ним, если человек обращается и уповает на него. Конечно, в целом говорится о Боге, о уповании на Бога, но для нас, христиан, через то пророческое служение самого царя Давида нужно помнить о том, что мы должны не просто обращаться к Богу, которому нет имени, но к нашему Божественному Спасителю, который явил себя этому миру, и через это открыл и Отца, и Святаго Духа. На Господу уповах, начинает псалмопевец Давид, «Как речете душе моей, привитай по горам, яко птица». Ну, псалмопевец Давид, конечно, с теми словами хочет сказать, ну, зачем вы мне говорите о том, что бы я прятался от Саула и прятался вообще от врагов своих, летал между гор, как птица, то есть птица скрывается от хищников между гор, прячась то за скалами, то за камушками, вот. И псалмопевец говорит, Давид, зачем я-то буду скрываться, зачем вы мне говорите эти слова, я не надеюсь на себя, на свою силу, на свою хитрость, я уповаю только на Господа, Он мой защититель, Он мой заступник, Он меня и защитит, и избавит от врагов моих. Якося грешнице налекоша лук, уготовыша стрелы втуле, стрелять вам раций правой сердцем, за ней я же ты совершил исти, а не разрушиша праведник же, что сотвори, Господь во храме святем своим. Это грешный человек, пусть боится врагов своих, ему все страшно, а человек, который праведный, который живет с Богом, ему не нужно ни прятаться, ничего бояться, тем паче, что псалмопевец Давид сам от Господа был помазан на царство, и он не искал для себя никакой выгоды, не искал в жизни своих никаких привилегий, его сам Господь возвал и через пророка поставил на это высокое служение. И пусть боятся все те, кто хотят причинить ему зло, как помазаннику Божьему, им должно быть страшно, потому что Господь их не пощадит, Господь не будет помогать таким людям, потому что они идут против самого Бога, идя против помазанника Божьего, они идут против Бога. Это мы видели и на примере нашего Отечества, ведь мы знаем, как пострадал сильно наш народ, когда пошел против царя, и в эти месяцы мы как-то испытываем особую близость садственных мучеников, страстотерпцев через память их, переживаем и осознаем, что когда народ идет против помазанного Богом, то тогда этот народ думает, что вот он думает не о своих грехах, которые явились причиной страдания, причиной, может быть, какого-то экономического неудобства, политического, вот, или какой-то внутренней неугомонности, что ли, является грех человеческий, который развивается в нем, а тогда человек не хочет обвинять себя, ему легче, как и в нашей жизни бывает, ему легче винить другого человека, и он говорит, да, вот виноват тот, вот он, да, царь виноват, давайте мы его уберем, и у нас вместе с ним уйдет все зло. Но это сам обман, потому что зло-то остается, оно царствует, и задача врага рода человеческого – обмануть человека. И вот через этот обман он и действует, думает, мы убрали, и зло ушло, а на самом деле зло осталось, и оно больше даже обретает силу, потому что нет помазанника, и нет некому противостоять этому злу. И вот в такое испытание попал наш народ после 1917 года, когда убрали помазанного, отверглись от него, отреклись от него, привели его к такому состоянию, что он ушел из нашей среды, и произошло бедствие, пришло сильное страдание, и за то, что мы отказались от помазанного, вот в таком испытании были. И вот псалмопевец Давид еще многие тысячелетия назад сказал именно об этом, чтобы боялись именно те, кто хотят разрушить богоустановленное устройство этого мира. И те, кто это делает, они, как Златоуст уже говорит, то они уже находятся под мысленными стрелами врага рода человеческого. Господь на небесе престола его, очи его на нищего презирает вежде, як и испытает сыны человеческие. Ну, опять-таки, здесь псалмопевец Давид очень хорошо говорит о том, что Господь на престоле своем, Он видит всякого человека. Он с высоты своей знает о каждой нужде. Он до времени, опять-таки, ожидает терпения праведного человека, но тогда, когда он видит, что он укоренился в терпении выпывания на Бога, тогда Господь и начинает помогать. И пусть не думает никто о том, что Господь не видит, что Господь не слышит. Господь все видит, и Господь все слышит. Господь испытает праведного и нечестивого, любя и же неправду, ненавидит свою душу. То есть тот, кто любит неправду, он действительно ненавидит свою душу, то есть он ненавидит свою жизнь. Кто живет неправдой, пусть не думает, что неправда его соделает богатым, каким-то устойчивым, очень авторитетным человеком. Всякая неправедность, она погубит человека. Это некий такой обман, это ложь, которую предлагает враг рода человеческого. И мы знаем, что человек, который так утверждает себя, потом испытывает пустоту, и еще в жизни в это испытывает одиночество. Поэтому кто так поступает, он на самом деле пусть помнит, что эти его поступки приводят к тому, что он ненавидит свою жизнь, что он самого себя не любит. А кто поступает по правде, по закону Божьему, кто живет по тем установлениям, которые Господь оставил через церковь свою, тот только испытывает подлинное и настоящее счастье, тот испытывает спаскостье внутреннее, тот радуется жизни, тот наслаждается этой жизнью, и тот будет приобщен к Царствию Небесному. «Одождить на грешнике сети огонь и жупель, и дух бурен, часть чаши их». То есть Господь все равно на грешного человека, который неправедно посылает и огонь, и серу, и дух бурен, часть чаши их. Ну, о чем мы с вами и говорили. То есть, конечно, можно говорить и в буквальном смысле, что такой человек приводит к себе к опасности, к тому, что с ним так же будет, как в Содоме и Гаморе, что и огонь, и серу сойдет, и попалится такой человек вместе с домом своим и вместе с богатством и имуществом своим. Ну, а в духовном отношении, конечно, если и не сходит огонь, как мы видим сейчас немирное время, и видим, что, казалось бы, в таких мирных христианских, европейских государствах могут возникать какие-то военные гражданские конфликты, где сыпется и огонь, и серо, и разрушаются дома. Казалось бы, в цивилизованном обществе это невозможно даже себе представить и на ровном месте, по прихоти чьей-то возникает. А причиной, конечно, является, вот о чем говорит Господь, что нечестивый, не любящий неправду, он ненавидит свою душу, то есть ненавидит свою жизнь. И на самом деле причиной является грех. А так, конечно, человек, если и не видит в своей жизни таких вот явных проявлений огня и серы, то это огонь и серо в духовном отношении, как некое испытание, как немирность в его душе, как какой-то внутренний пожирающий огонь человек испытывает на себе. «Яко праведен Господь и правда возлюби, правоты видя лице его». Господь видит и правду, и неправду, о чем мы с вами говорили. И Господь любит праведного человека, и не любит человека грешного. Поэтому по праведности и по правде своей он и будет судить всякого человека. И об этом каждый не должен забывать. Вот этот вот псалом, он очень такой яркий, он пророческий. Он именно говорит о том, насколько человек в своей жизни должен уповать на Бога. И если он поступает в правде, то и испытывает какие-то трудности, то его трудности, они действительно временные, они не на долгое время. Они как пришли, так и очень быстро уйдут. А вот, конечно же, человек, живущий по-другому, он будет испытывать великие трудности. Никогда не нужно идти против установления Божьего. Нельзя оспаривать те слова, которые Господь оставил в Священном Писании. Об этом псаломопевец Давид. Ведь о Сауле он говорил и в прежних псалмах. Почему он опять возвращается к этой теме? Не потому, что он царь, не потому, что он хочет показать свой добродетельный путь. Он просто хочет сказать о том, что люди, живущие на земле, не должны совершать вот именно таких ошибок, противопоставляя свое мнение словам Священного Писания. То, что ежели есть царь, я его могу поставить, я его могу убрать. Но тогда человеческое общество будет терять некую связь с небом. И когда он потеряет эту связь с небом, то тогда уже не будет той благодати, которая будет содержать эту землю и покрывать от всякого зла. И тогда человек будет испытывать большие трудности. Никогда нельзя Богу показывать свою неправедность и силу, и богатство через свое неправедное состояние. Потому что неправедность, как со всякой неправдой, будет истреблена Господом здесь, на земле. И опять-таки таких примеров очень много на земле. И мы должны помнить, как и очень богатые люди, и олигархи очень сильно разорялись. И от этого заканчивалась их жизнь бесславная. Мы не будем называть имена, но ведь и в наше время мы видим таких олигархов, которые в своей неправедности, в своей злобленности, безумии становились буквально нищими, а после этого предавались самоубийству. И в то же время, если богатство неправедное, это лучше от него отказаться, чтобы обрести мир и покой в душе человеческой, в собственной душе. На нашем приходе есть один человек, который всегда мне говорит такие удивительные, замечательные слова. В 90-е годы он очень сильно разбогател, стал таким состоятельным человеком. И потом пошли большие очень трудности. И он порешал все эти трудности, как говорится, в нашей жизни, и стал простым человеком, уже не имеющим какого-то богатства большого, а только то, что хватает ему на жизнь. И вот он говорит, батюшка, я в свое время был очень богатым человеком, больше не хочу. Больше не хочу. Вот это богатство оно приносило и доставляло столько неудобств ему, и постоянно нужно было идти на компромисс с своей совестью, что он испытал, когда нет этого богатства. Но есть вера, есть храм Божий, есть такое спокойное общение с небом, что это выше всего, выше того богатства, потому что богатство – это излишество. А на самом деле, как сказал один из наших прихожан, одновременно 20 телевизоров смотреть не будешь. И с толожками так же есть не будешь. Поэтому для человека… И черная икра присыщает, так как известно. Да, 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 да. И действительно, всякое излишество оно тоже присыщает и делает человеку жизнь неинтересной. Но в то же время, в Псалмопеде с Давидом, вот на прошлый Псалом мы говорили, в 9-й и в 10-м Псалме мы опять-таки сталкиваемся с удивительными и утешительными словами Псалмопедца Давида, который говорит о том, что тот, кто нищий Бог, пусть не думает о том, что Господь не видит его. Но опять-таки нужно говорить о какой нищете, говорит здесь вот в этом Псалме Псалмопедец Давид. Не о той нищете, о которой человек, если пребывает в нищете и в злобе. Мы знаем, что среди царей, которые имели богатство, но не прилагали к этому душу и сердце свое, а в осмирении воспитывали сердце, то они становились святыми. Но в то же время мы знаем и многих нищих и убогих, которые в озлоблении своем, говорит нам святые отцы, погибли и не приобщили к царствию Божию. Поэтому само богатство или нищета не является поводом для нашего спасения. Но как ты воспринимаешь свое богатство и как ты относишься к своей нищете, зависит, войдешь ты в царствие Божие или не войдешь. Здесь, если вы говорите... Да, прошу прощения, перебью вас. Ваши слова как раз меня наводят на размышления о том, как разнятся, положим, верующие предприниматели, состоятельные люди России прежней пары, дореволюционные и современные. Когда мы читаем, как благотворили эти люди храмом, как они строили, как они благоговейно воспринимали свою жертву храму, и они считали себя обязанными, были радостны, счастливы тем, что им довелось помочь храму. Они это воспринимали как счастье, которое дано им Богом, что свои деньги они могут употребить для блага церкви, на благо храма. Как они смиренно и тихо себя вели в этих храмах. И мы часто, к сожалению, в последнее время какая-то неблагополучная тенденция, с моей точки зрения, происходит, когда начинают жертвовать храму, и люди себя начинают вести как хозяева в этих храмах. Они считают возможным для себя, чтобы им оказывались какие-то особые почести, чтобы их слушали, что они могут разговаривать во время службы, что они могут не очень-то и готовиться к причастию. И священники для них есть как-то, знаете, некий обслуживающий персонал. Вот у них есть обслуга, да, их какая-то личная нота. Священников они выносят в этот разряд. Это, к сожалению, не здоровая, не очень хорошая тенденция. И я говорю, а вот вы почитайте, как в 19-м, 18-м, 16-м веке люди строили и благодарили, и цари как себя вели со священством. Посмотрите, да? Для этого надо духовно воспитываться. Конечно, человек, может быть, начинает с того, что он благотворит, вот, потом превозносится, а потом уже, вот, когда посещает храм Божий, он потихоньку меняется. Значит, главное, чтобы не быть таким даятелем блага для церкви, но не участвующим в церковной жизни. Вот очень важно, конечно, участвовать и в церковной жизни, не только благотворить. Вот раньше мы говорим... Да, деньги и все, да? Они не только давали деньги, но они жили этой церковной жизнью, поэтому они были обогащены. И здесь для каждого человека нужно понять, и здесь псалмопевец Давид именно говорит о том, что не думайте о том, что будете не наказаны, будете всегда великими, что Бог вас не слышит, не видит. Бог все слышит, Бог видит. Будет его еще праведный суд. Вот, и каждому дастся оценка его жизни, его праведности, его средствам, которые он вкладывает, и как они вкладывались, в какое сердце, какое расположение было, принял ли Господь эти средства или не принял их, потому что они были даны не с таким произволением. Ведь Господь не только протягивает руку, но Он еще взирает на сердце человеческое. Поэтому здесь очень важно помнить именно об этом. И когда вот здесь говорится тоже о нищете, это не та нищета, это нищета духовная, это крутость, смирение, это готовность воспринимать от рук Божьих все, что Господь ему посылает. Конечно, это высокая добродетельная жизнь. И опять-таки, если нищий и убогий не живет в церкви, он не готов именно стать тем, о котором говорит сегодня псалмопевец Давид. – Ну что ж, я вас сердечно благодарю. Все программы наши с вами проходят очень быстро, и даже такие сложные темы, как псалтирь. В следующий раз мы с вами перейдем к 11-й, будем разбирать и 12-й, и так далее. – И так далее. И я думаю, что телезрители, зная просто, что мы будем разбирать 11-й, 12-й псалм, могут, кстати, тоже как-то их перечитать, прочитать, углубиться, какие-то задать себе, наверное, внутренние вопросы и уже слушать наши программы с этой точки зрения. – Конечно, это было бы замечательно. – Спасибо большое, отец Алексеевич. – Спасибо, Господи. – Я, Любовь Акельна, благодарю всех, кто сегодня присутствовал, кто смотрел, кто изучал сегодня нашу программу. Мира, покоя и благоденствия. Всего доброго. – Андрей. – Ага. Хазачья. – Как и maternal мамы. – Я. – Я.